так ну что коллеги едем едем мы снимать нового спикера министра романа андреева и самое главное это баланс белого будет хороший баланс белого вы хорошее видео правда гультина выставим по твоей рубашке так роман день добрый видели с тобой две недельки на тому назад что с тех пор изменилась на фондом рынке ничего не изменилось на самом деле пытались пройти сопротивление 2 600 оба раза не удачно сейчас видимо будем будем тестировать со мной и поддержки они напоминают зоне две пятьсот двадцать и две пятьсот тридцать пять если отобьемся то шансы еще продолжить рост у нас будут если пробьем то у нас будет первый разворотный сигнал вниз и цель ближайшая 2 400 а вот когда пробивали в пятницу 2 450 не пробивали пытались чуть-чуть тебя сердце не ёкнуло нет нет там 2 445 облака локальной поддержки на мвб мы от них просто отбились и и сегодня удержали насколько я знаю то что пока в общем то все все в рамках разумного по поводу нефти вот нефть отбилась от декабрьского тренда наверх сегодня потому что немножко слова трампа отыграли назад скорее всего что нас ждет по нефти по я предупреждал что так сказать будет падение из района 74 с половиной 75 и цель у нас 72 и 3 ой 73 пардон вот мы до этой цели практически добили вот это у нас основная поддержка на дневном таймфрейме если мы пробиваем 73 закрепляемся ниже то это у нас разворотный сигнал на днях и можем упасть серьезно ну 65 66 где-то где-то туда а то и ниже если отбиваемся от 73 значит рост у нас будет продолжаться и следующая цель будет в районе в районе восьми десяти одного вот так вот мы уже обсудили индексы масберджи и нефть но рубль еще не обсудили рублят на сладкое рубль я честно говоря не люблю вообще призываю не торговать это самый сложный инструмент с технические точки зрения но пока пока как бы остаются прежние цели от 63 2 и 61 11 основная поддержка оттуда жду пока разворота вверх у каждого верх свой у шишки на 120 у левченко 140 я не такой сумасшедший меня всего-навсего 86 и это уже под под вопросом и под сомнением эта цель что касается 120 140 это это нереально когда же мы увидим эту движуху наверх по которой мы давно уже слушаем суть всему как выйдут очередные санкции соединенных штатах ну или или как соединенные штаты начнут валиться начнет падать доллар но в основном я думаю что это конечно санкции мы мы больше ни на чем особо и не падаем другом да и на санкции собственно не сильно но надеюсь что в этот раз американские друзья расстараются наши придумают что-нибудь прямо совсем чудовищное для нашего рубля виртуальная голограмма зеленка заговорила и заговорила антироссийским языком может быть они будут зеленка будет лоббировать новые санкции да пускай лоббируют на самом деле уж голос украины это это так сказать тише чем ничего поэтому они могут там что угодно лоббировать вот может союз там местечковые санкции они конечно и будут вводить и я думаю что уверен что будут вводить на после нам от этого не не жарко не холодно что касается зеленского ну я честно говоря не питал иллюзий по поводу его отношения к россии но тем не менее я считаю что с текущим нынешним президентом украины нам шансов договориться каких-то таких промежуточных вещах их естественно больше на нас это никак не повлияет никоим образом равно как и на украину вот но в общем как то тогда ты недооцениваешь количество украинцев например в канаде и вообще украинское лобби мире почему я я прекрасно знаю сколько и в канаде и в других частях света но опять-таки право голоса у подобных общин нет никакого а уж влияние на местное население точно никакой реном и к сожалению украинских наших коллег не самый лучший в европе и соединенных штатах америке поэтому думаю это кто-то будет прислушиваться голосу диаспоры не согласен но едем дальше значит по поводу газпрома вот газпром прибыль нарастил надо ли покупать газпром да я продолжаю держать газпром продолжаю его пиарить усиленно пока ждем 170 174 это у нас зона сопротивления основная ну а то есть она будет пробита то получим таскать лонговый сигнал на недельном таймфрейме следующая цель будет в районе 210 по поводу сбербанка который почти 120 ну долетел ну не долетел немножко вообще что то есть какие-то перспективы пусть таких черных соплей ну да я вот я вот закрывал половина системной позы шартовый на 122 и 4 если не ошибаюсь там же покупал с пятницы тащу лонг по сбербанку не исключаю что может быть заход еще в район 219 там у нас последняя поддержка нормальная но в принципе после этого мы должны снова двигаться наверх это это при при условии что мы собираемся расти вот если же ммвб не удерживает 2 520 сбербанк не удерживает 219 рублей еще раз повтори сколько мозг биржа не выйдет не удерживает 2 520 от кого не удерживали 520 кого продавцов 2 520 очень очень интересно не то сказал там в комментариях все напишут а ну окей может быть ну по-моему да 2 520 если не ошибаюсь сбиваешь меня с толку да в общем короче если мы эти уровни удержим и тогда избер и мосбиржа и все пойдет очень-то сильно вниз достаточно но пока пока эти уровни не пробиты я оптимистичен по дивидендным историям что-то мне ничего не говоришь диетные истории все те же самые продолжаем набирать и держать сургут преф нлмк северсталь тот нефть обычка с префами стрельнули недавно в принципе наверное все на текущий момент такой более менее интересное остальное тоже есть там что-то интересное но но стрёмно почему тебя не было конференциям смарт-лаба говорят просто тому что очень много недовольных среди паства которые могли тебя отловить и поговорить по душам не знаю этих недовольных недовольных меня впоследствии нет насколько я знаю а что касается моего отсутствия у меня просто на тренировке было повреждено плечо вот и спина еще болит поэтому я решил не ходить беречь спину на празднике мы так говорим что как рынок стремится к неоподеленности как говорит олег шагов а скажи пожалуйста все-таки на празднике лучше в акциях уходить либо в баблосах на самом деле все зависит от того вот так сказать какие у вас позиции и и по какому поводу открыто у меня все системные позиции которые есть я буду таскать их держать через выходные и ланги и шарты не думаю что китом серьезные сдвиги будут пока пока все как бы гуляют и веселятся да к тому же нет нас такого сквозного прям праздника все-таки рабочие дни будут и в перерыв между мая поэтому я думаю что ничего страшного если у вас есть какие-то позиции если они длинные короткие позиции наверное можно частично прикрыть поскольку так сказать у шарта достаточно большая стоимость в российской федерации там лишние несколько дней бессмысленного держания они конечно не очень хорошо будут выглядеть на фоне общего портфеля длинные позиции есть не просят если без плеча я тебе приезжаю там с таймингом раз-две недели раз-три недели ты как-то отслеживаешь фидбэк что пишут там либо те глубоко по барабану это вообще ничего не читаешь никаких отзывов я не читаю что я не смотрю себя как-то это странно будет выглядеть поэтому мне действительно по барабану ты пошли рассказал позапрошло что у тебя канал в инстаграме есть это первый шаг но это будет ссылочка в описании это первый шаг каналу в телеграме я правильно понял уже есть канал в телеграме нет нет каналов телеграме нет и и и наверное его и и не будет вот я не небольшой фанат телеграм я инстаграм то в общем-то еле-еле освоил поэтому буду пока развивать именно инстаграм на свой канал но это канал для для тех кто вообще прям не не алёв торговли вот и только хочется очень пытаюсь так сказать оградить новичков от всевозможных он называет равно негатив ты пытаешься оглядеть называется негатив а тебя не смущает что все-таки телеграм идеально ложится на твои торговые моменты потому что именно в телеграме торговый момент расходится как горячие пирожки ну может быть возможно у нас у нас очень много сервисов для клиентов в моей компании которые заточены по телеграм и безусловно там будет что-то похожее вот именно для тех кто торгует там по по сигналам это да но это вопрос будущего ты помнишь мы говорили с тобой расслабься интервью подходит к концу помнишь как с тобой говорили о поездках совместно с московской бирже уже поступило при первое приглашение себя от ставрополя на осень ты имею ввиду конкретное число определить то есть ты как относишься к поездке ставрополь прекрасно отношусь к ставрополю вообще к любому региону россии поэтому с удовольствием туда приеду и поделюсь своими наработками скажем так и опытом ну теперь давай поздравляй зрителей моего канала с праздником дорогие зрители телеканала верников тв поздравляю вас с прошедшей пасхой поздравляю вас с наступающими праздниками труда и весна а также праздником днем победы держитесь так ну прямо ох ты матча так ну что вслед за романом хочу поздравить моих зрителям с праздником весны труда 1 мая пожелать весеннего настроения хашлыков березового сока все будет хорошо на позитиве ну и пользуемся случаем не забывайте что есть такой супер-пупер вебинар вернее семинар который будет на московской бирже в мае левченко и шишкин ссылочка в описании кто победит